привет друзья как дела в этом видео поговорим с вами про т110 и 3 взял на этом танке 3 отметочки поэтому есть что рассказать сначала взглянем на броню этого танка чтобы вы просто имели представления что это такое начнем с самой большой зимой зоны это нлд в нлд у нас грубо говоря 230 290 280 в общем броня скачет как только корпус хоть немного опускается то нлд сразу становится намного толще и бронирование попасть практически некуда чтобы уверенно его пробивать поэтому когда мы едем вперед и в момент выстрела врага начинаем ехать назад а вернее останавливаемся случается такое что корпус наклоняется вперед и мы очень хорошо танкуем нлд научиться такому нелегко и подгадать момент тоже но такое случается и этому можно научиться в лд у нас уверенно танкует голду 380 350 но за фарами есть уязвимые зоны они очень маленькие но они есть также в катках у нас тоже есть уязвимые зоны но их не видно если мы стоим ровно и видно если мы пытаемся что-то ромбовать то сразу уязвимые зоны там виднеются за катком и чем сильнее мы ромбуем тем легче нас пробить в этот самый каток поэтому ромбование на этом танке выглядит прискорбно также если нам стреляют в лючок он очень бронированный и верхняя часть лючка не пробьется даже голдой только если очень сильно повезет тут 370 не у всех вообще есть такое пробитие на десятом уровне но вот если стрелять в нижнюю часть лючка тут уже 330 и если стрелять еще ниже там бывает что цепляется крыша куда часто залетает крыша пробивается в стопроцентном случае если попал туда снаряд поскольку в крыше у нас всего лишь 38 миллиметров и это немного также у нас якобы есть лючок слева но на самом деле нифига его нет и пробивается тоже крыша также если мы очень сильно ромбуем то у нас пробивается двигатель даже фугасами брони в нем нет поэтому коробку сзади на жопе нужно прятать танк часто горит если танковать жопой рубка у нас 4 400 плюс маска у нас 700 500 там и так далее но иногда залетает в маску у маски вокруг орудия есть такой квадратик в котором 300 с хвостиком брони поэтому по кругу вокруг орудия можно пробивать конечно туда будет редко залетать с уроном но может в целом танк очень бронированный если спрятать нлд и ромбовать на нем не стоит даже в прямые катки много кто стреляет и часто с уроном очень редко выцеливают фары не все понимают но бывает большинство стреляют в лючки и те кто понимают что там можно пробить крайне редко и те кто не понимают просто туда по привычке стреляют большинство не пробивает лючок очень бронированный если мы становимся в каком-то окопе и нлд спрятали то мы в целом практически не увеземы мало кто понимает действительно какие увеземые зоны у этого танка это реально какой-то дот который не пробить и у которого еще зверское орудие но про него мы поговорим позже теперь поговорим про полевую модернизацию и оборудование которое реально имеет смысл на этом танке и так в полевой модернизации конечно же мы выбираем проходимость грунтов да мы теряем пять процентов скорость поворота но в целом танк ворочается нормально а с проходимостью по всем грунтам и прочность ходовой мы будем гораздо быстрее набирать скорость далее мы улучшаем точность и у нас получается сведение 236 и точность 031 вот и 110 и 3 снаряд летит очень часто в край поэтому чем больше точности тем лучше чтоб хоть чаще попадать далее мы улучшаем обзор на 2 процента и теряем 6 процентов незаметности после выстрела маскировка на т-110 и 3 вообще не к силу не городу поскольку чаще всего мы играем с тяжелыми танками никакой маскировкой мы даже не пользуемся мы практически всегда находимся впритык к врагам зачем улучшать то чем мы не пользуемся далее мы получаем два процента запас прочности машины и 20 процентов защита экипажа от ранений но теряем три процента время зарядки ни в коем случае нельзя уменьшать количество хп этого танка на самом деле его недостаточно когда вас яга е100 будет пробивать каждым выстрелом в лючок вы поймете что вы на два выстрела а на т-110 и 3 часто позицию менять не получится и шансов реализоваться в бою будет не так уж много поэтому чем больше хп тем лучше до скорость перезарядки это конечно печально терять но на этом танке скорость перезарядки не самое важное самое важное это правильное позиционирование вашего танка в бою те кто на этом танке играли и не смогли в него наверное понимают что выезжаешь весь такой вроде медленный бронированный пушка классная стреляешь пушка классная с кучей пробития но стреляет она всегда в край ты стрельнул мимо землю вскопал а тебя все в нлд четко пробили даже особо не выцеливая и все твой танк рассыпался вот вся наша мощь вот вся наша броня количество хп важно точность танка важно но самое главное это четкое передвижение в бою разработка позиций тактик и маршрутов на каждой карте теоретические знания куда ехать в каждом бою очень важны использование мельчайших тонкости в позициях в прострелах и умение играть как танк поддержки ну и в последней полевой модернизации мы выбираем скорость ремонта ходовой и мощность двигателя теряем и 2 километра час от максимальной скорости назад это конечно печально на американской пт поскольку скорость назад и так небольшая но оборудованием мы будем это исправлять оборудование у нас следующее фиолетовая турбина поскольку слота под турбину у нас никакого не может быть то обычная турбина не подойдет она конечно заметно вас ускорит но фиолетовая даст намного больше далее в полевой модернизации второй слот мы делаем на живучесть и ставим в него закалку увеличиваем свое хп увеличиваем прочность ходовой скорость ремонта ходовой ну и в принципе из важного все ну и в последний ставим досылатель чтобы наше грозное орудие стреляла почаще есть еще вариант вместо закалки поставить улучшенные механизмы поворотов с этой штукой я тоже откатал немало боев и она мне очень сильно понравилась во первых вас очень сложно закрутить и люди которые пытаются это сделать офигевает что не успевают это очень прикольно также немножко добавляется стабилизации но в целом ее все равно не хватает но сходу стрелять будет чуточку приятней но лучше это делать если и делать то впритык по перкам желательно прокачать там всякие лампочки ремонт и боевое братство перки на обзор на стабилизацию проходимость грунтовую виртуозы и желательно иметь пожаротушение если мы хотим играть приятно на доппайке они с подгоранием жопы перков этот танк требует довольно таки много поскольку на бедного мехода ложится как обычно огромное количество перков да и командир тоже в шоке теперь поговорим о том как на этом танке играть и правильно действовать в бою во первых чтобы научиться на этом танке нужно конечно сыграть много боев но поменьше чем на маусе поскольку на т110 и 3 нам не понадобится два варианта оборудования хватит и 1 турбина закалка досылатель или турбина механизма поворота досылатель поскольку заниматься мы на каждой карте будем практически всегда одним и тем же этот танк не играются какими-то разными тактиками у него есть два состояния он стоит в жесткой позиции и перестреливается в позиционке с врагами или встречают врагов в позиции стоя по пояс в окопе и показывая врагам только пушку крышу и рубку либо он играется как танк поддержки и поддерживает своих тяжелых собратьев во втором варианте мы должны приклеиться как банный лист к своему тяжу который едет в атаку мы к нему прилипаем и полностью им закрываемся как только он примет вражеские снаряды разведет врагов разрядит их мы должны убедиться что наш выезд на врага будет безопасен глядя на карту мы должны понять не получим ли мы люлей откуда-то еще выезжаем даем плюху и снова прячемся за своего бронированного друга почему так путем проб и ошибок довольно легко понять что т110 и 3 который въезжает 1 легко пробивается в нлд насколько бы вы хорошо не раскачивали танк все равно пробить его не сложно что в рандоме все и показывают этот танк на ровной поверхности пробивается как масло поэтому въезжаешь первый и первый въезжаешь в ангар да по ситуации нужно иногда въезжать и разменивать свое хп если выбора уже особо нет но делать нужно это в крайнем случае также можно успешно клинчевать врагов в клинче т110 и 3 пробивается сложно но все это зависит еще смотря кого вы клинчуете что нельзя делать на этом танке мы уже поняли что нельзя въезжать первым поскольку нас легко убить в нлд также нас можно ставить на каток и крутить вертеть нельзя подставлять двигатель он горит нельзя ромбовать поскольку катки пробиваются практически прямо вдоль катка а если мы ромбуем то еще легче пробиваются в общем катки слабая зона также еще когда мы стоим в позиционке нельзя качать танк если мы его раскачиваем вперед-назад то более-менее адекватный враг подловит момент когда ваша крыша опущена вперед стрельнет в нее и ватная крыша пробьется по касательной практически любым врагом если вы стоите в позиционке лучше приподнять свой танк жопа опустить влд поднять крыша наклониться назад и спрячется за рубкой тем самым вас будет пробить некуда когда изучишь все карты найдешь позиции удобны для танка на каждой карте на каждом респе также научиться играть как танк поддержки вкатывать союзниками танк становится реально сильным среду хун можно на нем держать очень высокую иногда урон набивается прям вообще изи но вот косое орудие никуда не девается чтобы ты не делал она реально косое хоть и точность 031 все равно снаряд летит по краям до пробития алдой там триста семьдесят пять под калибером да но там пробивает такие вещи которые другие мы не снились с таким орудием интересно иногда поиграть открываются какие-то новые зимой зоны которые раньше ты не видел и не представлял что туда можно пробить да и бэбэшка тоже пробивает практически 300 тоже нехилая такая бэбэшка в принципе танк интересный замечательный если на нем научиться играть можно назвать его сильным насчет того чтобы сказать что он имба сложно сказать но в некоторых ситуациях он очень мощный грубо говоря это нестабильная имба поскольку играть на нем не так уж и легко вот такой вот теста 10 и 3 я вас с ним познакомил с вами был варчик играть красиво ставьте обязательно лайки всем пока